Вот я говорю, давай на примере сделаем. И сделали. Сегодня Рустаму Миниханову и Юрию Борисову на КМПО презентовали газотурбинную установку собственной разработки. Энергообъект будет вырабатывать тепловую и электрическую энергию как для самого КМПО, так и для других потребителей. Это энергетическая установка, которая суммарно нам дает экономить 300 миллионов рублей в год. Проект для нас значим еще тем, что не только энергоэффективность, а еще это как лидерный образец. Сейчас на предприятии идет пусконаладка новой установки. Такие энергообъекты в будущем можно будет строить для других предприятий и для малых населенных пунктов. У нас достаточно много небольших городов, где мы используем котельные. Да, комбинированная выработка, она же намного эффективнее. Энергоэффективность – одна задача для всей промышленности республики. Об этом заявили уже на коллегии Минпромторга. По итогам минувшего года объем промышленного производства и воловой региональный продукт Татарстана составили более 2,5 триллионов рублей. Это меньше, чем до пандемии. Год был страшно сложный. Можно было все закрыть на карантин. У нас были бы и объяснения, но несмотря даже на нефтяные, там другие, закрытие границ упали, но 3,5 процента. Как оценивать этот результат? Это укладывается в рамках общей статистики. С учетом того, что кризис коснулся практически все страны мира, Россия вышла, наверное, из него наиболее с меньшими потерями. Это говорит о том, что руководство республики и вы на местах правильно сориентировались и парировали, хеджировали те риски, которые объективно присутствовали при падении спроса. От падений нужно переходить к экономическому росту, отметили на коллегии. Для этого ставят несколько задач. Так, для оборонной промышленности нужно наращивать выпуск гражданской продукции. Машиностроителям стоит задуматься о создании малых предприятий в районах республики, нефтехимикам продолжать вводить новые мощности. Наша задача – это расширение нефтепереработки. У нас идет системная комплексная работа по воду новых установок на Танека. Ну и Таифинка, вот комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Этот проект надо точку поставить. В Нижнекамске я об этом говорил. Ну и есть ряд больших проектов, особенно в Нижнекамске. Это этиленовый комплекс. Также предприятиям нужно шире использовать инструменты господдержки, активнее продвигать свою продукцию, используя интернет-площадки. Импульс должна дать больше цифровизации производств. Что уже делается в этой сфере, показали на выставке. Внедрили мы новую ноу-хаут, цифровой наряд допуск. Это связано с безопасностью, это исключение совмещения огневых и безопасных работ. Дабы не совмещалось и не было никаких инцидентов. Вопрос промышленной безопасности также остается неизменной задачей, как и подготовки и привлечения квалифицированных кадров. Реализация крупных инвестиционных проектов часто невозможна без участия иностранных специалистов. Здесь пандемия внесла нам коррективы. Им из-за этого очень сейчас сложно ехать в страну. Есть особый порядок. Мы каждый раз совместно с региональным оперштабом, под руководством Вейл-Оргинатной, через Минпромторг, через ФСБ, через Минэнерго, иногда до Голиковой доходят, протаскиваем специалистов. Сейчас вроде бы ситуация улучшается. Юрий Иванович, если будет возможность, может быть, посмотреть возможность смягчения, ограничения на въезд высококвалифицированных специалистов. Подытоживая встречу для промышленности Татарстана, поставили задачу выйти на рост промпроизводства не менее чем 5% уже в этом году. Как считают все предпосылки, для этого есть. Плюс к этому в 2021 в России объявлен годом науки и технологий. Дмитрий Иринин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.